Агностика. Это действительно, вы сказали, такое модное. Это не модное, а это, я бы сказал, слово такое, ну, немножко лукавое. Я не хочу думать о том, есть Бог или нет Бога. Вот, неважно, я не хочу об этом думать. Больше такая агностика. Я не знаю. Ты не знаешь? Но ты подумай. Ведь выбор-то всегда только между двух реальностей. Если ты разумный человек, ты должен подумать. Два мировоззрения только. Или ничего нет, и каков смысл жизни тогда. Или есть вечная жизнь личности, и есть ответственность, которую ты будешь переживать. Никто-нибудь тебя там будет судить. Ты, твоя совесть, твои деяния, всё это откроется. И ты будешь страдать и переживать. Ведь странное дело, как можно быть агностиком? Я иду по лесу, соблудился, у меня две дороги. Я же должен выбрать, и когда мне предлагают, и говорят, вот эта дорога ведёт туда-то и туда-то, это туда-то и туда-то. Вот и всё. Нет третьей дороги. Это сам обман, когда говорят, агностик. Почему? Ты не знаешь? Хорошо, узнай. Потому что нет третьего варианта. Терциум нон датор, говорили римляне. Третье не дано. Или есть вечная жизнь личности, вечная жизнь, или её нет. И неужели трудно? Трудно уже даже это попытаться осмыслить и посмотреть основания. Основания. Какие предлагают основания? Та и другая точка зрения, то и другое мировоззрение. Давайте посмотреть. Посмотри. Агностик что значит? Я не хочу думать. Понятно? Мне хорошо, и всё. Я не хочу думать. Агностик. Так это звучит. Да, я агностик. Невозможно ничего доказать. Нет возможно. Нет возможно, когда всего два варианта. И ты должен выбрать. И разумный человек, приходится приводить пример. Ты заблудился в лесу. Вот тебе два встретились. Один говорит, оставайся здесь, никакого нет выхода отсюда. Строишь шалаш и живи. А другой говорит, нет. Нет. Многие ходили вот так-то и говорит. Кому я поверю? Я их не знаю, никого. Кому я поверю? Естественно, тому, кто говорит, всё-таки указывает выход. Религия указывает выход. Показывает смысл жизни. Она в жизни. Смысл жизни в жизни он, а не в смерти, которую указывает атеизм. Атеизм – это смерть. Весь смысл жизни здесь, как ты проживёшь. Уж я не хочу сейчас говорить о том, какие следствия проистекают из такого мировоззрения. Хочу только сказать, что религия действительно открывает бесконечную перспективу жизни. оправдывает, оправдывает, что, оказывается, наше стремление к добру, к справедливости, к любви, оказывается, это разумно, это оправдано с точки зрения атеизма. Не всё равно. Умер и всё. И твоё, и добро, и зло всё пропало. Ты там самоотверженно отдавал свою жизнь за других. Всё и какой смысл? Никакого. Ты хотел принести благо людям, человечеству. Ну, хорошо. А науку теперь, вот, учёные говорят, ещё полстолетия, и вообще человечество, как биологический вид, исчезнет с планеты. И что? Если ты заботился о благе человечества и трудился. И потом, ну, говорят он, можно делать для людей. Но кто известен-то? Эти по пальцам пересчитать эти люди, которые принесли такое благо, какие-то открытия, какие-то результаты всему человечеству. Много ли их перед лицом миллиарда совершенно неизвестных людей, которые поток за потоком так и уходят? И зачем? И зачем? Скажите, атеизм, зачем они жили? Зачем живут эти миллиарды? Вот так. Так что насчёт агностицизма я говорю, это уход. Это уход этого. Это нежелание думать. Нежелание решить для себя самый главный вопрос в своей жизни. Смысл. «Зачем я живу?» И это я вам скажу. Это уже действительно тяжкий грех. А лучше сказать, это какое-то безумие. не могу я, когда не знаю, что, и у меня только две дороги, я должен избрать. И мне описывают каждую из них, куда она приведёт. И вдруг я говорю, нет, я власть. Вот так. «Зачем я живу?» «Зачем я живу?»